МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Списки погибших на Иволге все еще уточняют, как нас будут охранять на выборах и кому в городе очень нужна помощь психологов. 18 часов в Одессе, в прямом эфире 7-го новости. Меня зовут Екатерина Поденежная. Здравствуйте. Поиски людей, которые могли быть на Иволге, продолжаются. По состоянию на сегодня обнаружено 16 погибших. Я напомню, вчера катер подняли из воды плавкраном «Богатырь». Операция длилась несколько часов. На судне обнаружили тела еще двух погибших, которые сейчас везут в морг. Они пока не опознаны. В час дня Иволгу выгрузили на причал Ильичевского порта. Следственные действия продолжаются. Есть ли еще погибшие на катере, должны выяснить до конца дня. Возможно, остальные тела находятся внутри и могут быть завалены вещами и обломками. По некоторым данным, на судне могло находиться еще 8 человек. Счастливые действия должны установить не только количество тела, но и технический стан этого судна, и установить техническую причину, почему эта трагедия осталась. Те, что мы передо мной можем сказать, те инструкции, которые были повреждены, первое, выход несанкционированного города, который могло бы вообще перешкодить этой трагедии, перенонтажение людьми в троекратной количестве, а также отключение реабилитационных приборов, которые могли дать, возможно, увидеть, где это судно. Сейчас еще нужно, чтобы следствие установило, вопрос о взагалее процессдатности тех аварийных средств с повышением, которые должны были дать. Что касается поиска, то на месте трагедии ведется усиленное патрулирование и осмотр береговой линии силами, прежде всего, береговой линии силами МЧС. В акватории, в районе места аварии, курсируют плавсредства и администрации морских портов, и МЧС, и морской охраны пограничной службы, для того, чтобы вести поиски. Осматриваются берега и Белгород-Несаровского лимана, потому что не исключено, что одно из тел могло, или несколько тел могло по каналу затянуть внутрь лимана с моря. В последний путь сегодня проводили большинство погибших на катере Иволга. Это 14 человек, чьи тела уже опознали. Пассажиров затонувшего 17 октября судна хоронили и в Киевской, и в Кировоградской областях, но большинство погибших все же одесситы. Среди них известный медик Олег Пивак. Врач руководил детской поликлиникой номер 6. Прощаться с ним с Паса Преображенский собор пришли десятки людей, чьих детей спас погибшие. Человек необыкновенной доброты. Он мог найти подход к любому ребенку, к любому родителю. Он спас только детей. Утрата очень для города, утрата очень сильная. Он врач от Бога, детский врач. Он вылечивал таких больных детей, которые... Дети вообще не боялись всего. Которых другие врачи руки опускали. Он спасал. Великолепный человек, светлый, большой профессионал. Нашего сына он наблюдал с рождения и... Даже спас ему жизнь. Что касается спасенных в Сывалге, под наблюдением медиков остается только один человек. Во время аварии он попал под винт катера и травмировал ногу. Сейчас пациент идет на поправку. И к другим темам. До выборов осталось 4 дня. Одесская милиция заявляет обеспечить безопасность во время голосования готова. На страже избирателей бюллетеней будут 4 тысячи силовиков. Это не считая резерва. Избирательная кампания в Одесской области на финишной прямой. В ход идут все припасенные на черный день политтехнологии. В том числе и сомнительной прозрачности. Глава облки у Анатолий Бойко заявил, что по области сегодня зарегистрировано больше 150 нарушений избирательного законодательства. Основной грех предвыборной гонки – подкуп избирателей. Около половины нарушений было зафиксировано по районам Одесской области. Большая часть нарушений по городу Одессе. В первую очередь нарушения происходят не столько от самих политических сил, сколько от кандидатов в депутаты местных советов, которые баллотируются от этих политических сил. В свою очередь Одесская милиция рапортует о полной готовности. Уже с 22 числа переходят на усиленный режим несения службы. Всего в это воскресенье по городу и области безопасность избирательного процесса будут обеспечивать около 4000 милиционеров. Дополнительно из бойцов спецназа сформированы группы быстрого реагирования. И это еще не все. В городе и во всей области будет в круглосуточном режиме действовать резерв из наших спецподразделений более 300 человек. Это бойцы батальона «Шторм», батальона милиции общественной безопасности особого назначения и батальона патрульной службы. А также будет в круглосуточном режиме работать еще более 300 армейцев в Национальной гвардии Украины. Будет задействована и новая полиция. Их задача – обеспечение порядка на улицах и сопровождение бюллетеней при перевозке. Силовики обещают жестко пресекать все попытки вмешательства в ход голосования. Со стороны лиц как в балаклавах, так и без. Если такие даже где-то появляются личности на избирательных участков и часто как-то нарушать правопорядок, то, конечно, будем очень жестко это пресекать в рамках законности, задерживаться, доставляться, невзирая ни на какую политическую окраску. Заместитель главы Одесской облгосадминистрации Юлия Марушевская уже приступила к своим обязанностям и вовсю проводит совещания на новой должности. О первом рабочем дне в Одесской таможне она рассказала журналистам 17-го канала. По словам Марушевской, ей помогают как украинские, так и грузинские специалисты. О назначении с понедельника нового руководителя Одесской таможни сообщил президент Украины Петр Порошенко во время своего визита 16 октября. В Одессе стартовала всемирная акция по борьбе с раком груди. Сегодня и завтра все женщины могут бесплатно пройти маммографию. Детальнее об этом в сюжете Алиси Повар. Только в Одесской области ежегодно заболевает около 900 женщин и умирает около 500. Это достаточно высокая цифра. По заболеваемости и смертности Одесская область находится, имеет лидирующие позиции в Украине. Больше всего риску подвержены женщины после 40 лет. Врачи рекомендуют им раз в год проходить маммографию. Говорят, этот способ обследования позволяет выявить рак даже на ранней стадии. Женщинам до 40 тоже нужно проверяться, но им показано только УЗИ. Опухоль молочных желез никогда не беспокоит. Практически никогда. 99% случаев маленькие опухоли не беспокоят. Об этом все должны знать и идти после 40 лет даже не задумываясь. В день борьбы с раком груди несколько одесских медучреждений проводят маммографию бесплатно. В обычные дни процедура стоит 250 гривен. Врачи говорят, когда об акции только объявили, все приемное время женщины заняли сразу. Это важная такая проблема. Сейчас у женщин надо проверять периодически свою грудь. И я решила прийти и проверить тоже. Ну, я не совсем ежегодно, но это, конечно, минус большой. Вообще надо ежегодно, да. Будут теперь ежегодно проверяться. У одной из 90 женщин, которые прошли маммографию, выявляют злокачественную опухоль. Еще у нескольких доброкачественную. Печально, но каждый час в Украине от рака молочной железы умирает одна женщина. Сегодня это женщины встречаются и 20, и 25, и 30 лет. К сожалению, мы обнаруживаем это заболевание на той поздней стадии, когда лечить очень тяжело и результаты, соответственно, этого лечения значительно хуже, чем нам хотелось бы. Пройти обследование несложно. Вы потратите на него всего полчаса и сразу получите результат. Пройти маммографию бесплатно эти два дня можно в клинике Медуниверситета, поликлиниках номер 6 и номер 20. Позаботьтесь о своем здоровье. Олеся Повар, Алексей Барановский, 7 канал. Кириллу Оленику нужна ваша помощь. Острый лейкоз у 17-летнего парня обнаружили полтора месяца назад. Болезнь диагностировали на ранней стадии и сразу начали лечение химиотерапией. Но спасти его жизнь может только трансплантация костного мозга. Стоимость операции – 170 тысяч долларов. И откладывать ее нельзя. Он окончил школу, занимался тайским боксом и увлекался компьютерным программированием. Поступил в училище и очень хотел выучиться на повара. Чтобы переступить порог учебного заведения, о котором он мечтал, не хватило одного дня. 31 августа во время первого звонка Кирилл упал в обморок. Через два дня оказался в стенах отделения онкогематологии детской областной больницы. У него шок. Понятно, что строил планы. Был выпускной, закончил школу, все прекрасно поступил. И тут все рухнуло. Он никогда не болел ничем серьезным. Самочувствие изменилось в течение нескольких дней. Появилась бледность, вялость и синяки на теле. Кириллу поставили диагноз «острый лейкоз первой степени». В один миг стало недоступным общение с друзьями, море, свежий воздух и все любимые занятия. Теперь есть только больничные стены. У Кирилла одна из самых тяжелых форм лейкоза. Химиотерапия здесь бессильна. Спасти ребенка может только трансплантация костного мозга. Операцию нужно делать в ближайшие месяцы. «Химиотерапия, к сожалению, не привела к полной ремиссии. Да. То есть, эти клетки, его клетки, не чувствительны к стандартному протокольному лечению. Поэтому этот вариант лейкоза требует только трансплантации для выздоровления». В Украине таких операций не делают. Ближайшая доступная страна – Беларусь. Стоимость всей процедуры – 170 тысяч долларов. Кирилл борется всеми силами. Больше всего хочет вернуться к обычной жизни. «Моя мечта сейчас номер один – это, конечно же, вылечиться, вылезти из этого болота. Дальше уже как бы закончить учебу, работать. Хотел бы еще после того, как вылечиться, помогать людям с этой болезнью, как-то помочь. Потому что я болею, и мне это очень не нравится. И я понимаю, как тяжело людям в этом отделении. Кирилл мужественно принимает свою болезнь. Не падает духом и старается поддержать маму. «Думаю об этом, что я вылечусь обязательно. Все будет хорошо. Молитвы читаю». А родители Кирилла из небольшого села в Беляевском районе. Мама работает продавцом, отец – водителем. Десятки тысяч долларов на операцию для них – неподъемная сумма. Надеются только на чудо. Внести свой вклад в выздоровление ребенка может каждый. Чтобы помочь, звоните маме Кирилла по телефону, указанному на экране. Юлия Федорова, Алексей Барановский, Седьмой канал. Солнце как мотиватор нашего выбора. Оказывается, солнечная активность влияет на исторические процессы и политическую ситуацию в стране. Так считают ученые, среди которых и одесситы. Теория о влиянии самой большой в галактике звезды на поведение человека изучает молодая наука историометрия. Подходящее ли сейчас время для выборов, узнавала Татьяна Милимко. Для вас это просто люди, для них – избиратели. Для вас это солнце, для ученых – естественный мотиватор, который в пик своей активности подталкивает людей совершать поступки. Преподаватель политеха Николай Шалимов много лет изучает влияние солнца на человека. Самые резонансные события в нашей жизни происходили в момент активности светила. Когда, допустим, большие сражения начинались, то всех выводили полководцы на большое поле или луг, солнце в полдень обычно. И воины подзаряжались энергией, смелостью и ввели, скажем так, войну. В период солнечной активности лучше всего проводить избирательные кампании или менять ход истории. В 2009 году, когда книгу готовил, рассчитал цикл солнечной активности на следующие 10-20 лет. У меня выпала, скажем так, солнечная активность на 2013 год. Я не знал, что еще будет это. Но, оказывается, второй Майдан у нас был. Влияние солнца на человека изучает молодая наука и историометрия. Некоторые современные политики используют ее постулаты в своих целях. Вовремя проводят агиткомпанию, зная, когда люди более восприимчивы к изменениям. Правильную агитацию нужно было начинать хотя бы с 2013 года, даже в преддверии этого. Ну, тот период, повторяю, было и выйти на Майдане. Но дело в том, что 2-3 года еще активность людей к идеям политическим восприимчива. То есть в этот период времени еще можно будет, скажем так, людям вложить свои программы политические и так далее. Вычисления модели поведения солнца успокаивают. Его активность уменьшается. Вот эта активность, которая есть, позитивное русло направить ее. Она будет по не спадающей идти, но она будет, скажем так, уже не разрушительна, а созидательного плана. Не поделать была стряска, должна была быть, наверное, эту систему всю перетрясти. Если верить солнцу, выборы проходят в подходящее время. Как человек, допустим, воспользуется тем или иным фактором, это зависит уже от его самого. Мне бы просто не хотелось, чтобы не чистые на руку, не чистоплотные политики, зная эти особенности, могли использовать активность людей на проявлении тех или иных действий. Пассивным солнце станет года через три. Затем вновь начнет набирать обороты. В 2018 год там будет негативное, скажем так, меньшее влияние солнечной активности на людей. Люди будут менее восприимчивы к идеям. Если что-то провести, какое-то мероприятие подобного плана, будет иметь меньше успеха. В 2020, 2021, 2022 уже люди начнут более зримо воспринимать те или иные, скажем так, нововведения или экологические проблемы, которые они могут воспринять. Зачем все это нужно? Затем, чтобы, обладая знаниями довольно молодой, но пока еще не ошибающейся науки, направить свою активность в нужный момент, в нужное русло. И если уж и менять ход истории, то только по-доброму. Если ты вооружен знаниями, то, значит, ты можешь совершить очень много добрых дел. Такая мотивация имеет право на жизнь. Татьяна Милимко, Игорь Казанжи, 7 канал. Им уже лучше. Вынужденные переселенцы, проживающие в Одессе, постепенно выходят из стресса. Об этом говорят специалисты волонтерской психологической службы Одессы. С июня прошлого года они оказали помощь трем тысячам беженцам. Все эти люди испытали на себе сильные психотравмирующие факторы, такие как потеря жилья, социального статуса, работы, привычных связей и отношений. Их жизнь кардинально была нарушена, изменена. Волонтеры планируют расширять масштабы своей деятельности. Пока проводят обучающие тренинги в области, именно там не хватает квалифицированных психологов. Одно из главных направлений – помощь детям. В рамках данного проекта у нас запланирован такой тренинг, который мы уже начали проводить. Тренинг называется «Каждый ребенок особенный». И цель этого тренинга – обучить родителей участвовать в программах реабилитации. Обратиться за помощью может каждый, кто в ней нуждается. Номера телефонов указаны на экране. Но при этом психологи просят о поддержке и одесситов. Говорят, самое главное в процессе такого выздоровления – толерантное отношение к тем, кто бежал от войны. Итоги подведем, как всегда, в 20 часов. Следить за новостями нашего канала можно на официальном сайте, твиттере и в социальных сетях. Если вы стали очевидцем интересного события, заметили что-то необычное, звоните нам по телефону 726-3226. Увидимся скоро. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова